Разряд в 10 тысяч вольт. Уже неделю врачи не отходят от 9-летнего мальчика, которого ударило током. Это произошло в городе Ватутино, Черкасской области. Дети играли на улице, а стоящая рядом электроподстанция оказалась полностью открытой. Все подробности в материале. Ручка была, так? Обыдло плеча. Обыдло? Добрый плечевай. Возле его кровати постоянно дежурят врачи, медсестры и, конечно, не отходит мама. Тело 9-летнего мальчика пронзил ток в 10 тысяч вольт. Он с другом играл возле электроподстанции. Ребята решили посмотреть, что внутри. В результате Юра с тяжелой электротравмой, ожогами тела и лица попал в реанимацию. По словам врачей, больше всего пострадала левая рука. Левая верхняя конец его была вражена струмом. Струм прошел через нее и вышел через левую ступню. Конец была в состоянии критичной ишемии с контрактурами, с гимнальными. То есть это знак того, что травма очень тяжкая. Вот это подстанция в Атутино, показывает бабушка Юры. Говорит, дверь была открыта, хотя рядом парк и пляж, где отдыхают люди. О том, что случилось, мама с бабушкой узнали от врачей и полицейских. Друг Юры позвал на помощь прохожего, который и вытащил пострадавшего мальчика, рассказывает бабушка. Накануне подстанцию обворовали, говорят в Облэнерго. В последнее время кражи оборудования существенно участились. И ликвидировать последствия электрики не всегда успевают. Как уберечь людей от подобной беды, ломают голову местные власти. Говорят, сами оградить опасное место не могут. Электроподстанция не их собственность, да и денег нет. Моя власть теоретично могла вплинуть на такой вариант, но при условии, чтобы у нас место не было дотационное. Своего боку, мы готовы полностью współпрацювать с РЕМом, чтобы не обеспечить наших жителей от ударов электроэнергии, струмом. Но в межах правительственного законодательства. Пока инстанции разбираются в ситуации, Юра перенес уже несколько операций. Часть пострадавшей руки врачам пришлось ампутировать. Мальчик единственный сын мамы. Она, как и бабушка, работает в местном ЖЭКе дворником. Тривое ликование. Я одинокая мама. Сама я ничего не могу потянуть. В первые дни все деньги ушли, которые у нас были. Слава Богу, что есть добрые люди и все помогают. Юре еще лечится в лучшем случае два месяца. Здесь, в больнице, мальчик встретит и свой десятый день рождения. Анастасия Крылатова, Михаил Коваленко, Николай Уз. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область.